Добрый день, дорогие друзья! С вами телеканал Мода и я, Анастасия Николаева. Илья Шиян – выдающийся российский модельер, владелец крупного фэшн-бренда Илья Шиян. Один из немногих, кто работает с редкой эксклюзивной кожей крокодила, питона, кобры, угря, акулы и страуса, с тканями сложных фактур и создает потрясающие коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Его цель – не мода, а уникальность стиля и качества. Его постоянные клиенты – преимущественно звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса. Каждый показ Ильи Шияна – по-настоящему захватывающее шоу с участием знаменитостей. И сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с дизайнером по душам, узнать о минувшей неделе моды, где он является постоянным участником, о дальнейших планах и, несомненно, о его жизненном кредо. Добрый день, Илья! Очень рада нашей встрече. Прошло пару лет с момента последнего интервью, которое ты дал для телеканала «Мода». Уверен, очень многое изменилось не только у тебя, но и в твоей коллекции. С удовольствием об этом поговорю. Добрый день! Ты выбрал себе профессию, свой жизненный путь еще в 15 лет. С 15 лет произошло осознание, что мода – это твое признание. Это так? Ну, бывает по-разному, но у меня есть такое ощущение, что я занимаюсь своим делом. То есть вот много-много лет назад пришло понимание, что мода – это то, чем ты хочешь заниматься по жизни? Много-много лет назад пришло желание одеваться. И как это произошло? Как произошло? Это было такое время, которое, наверное, уже трудно людям представить, когда очень, скажем так, мало одежды в магазинах, мало продуктов и так далее, мало тканей. Захотелось выделяться. Не то, что выделяться, но нас воспитывала мама двоих детей. У меня есть брат. И, конечно, недостаток какой-то был финансовый тоже. И в какой-то момент я увидел, мой друг в классе пришел в интересных брюках с накладными карманами. И спросил, откуда такие брюки. Потому что даже когда там обычная шариковая ручка появлялась, которая сейчас для всех какая-то обыденная, такая пластиковая, просто прозрачная, это было чудо. И у меня сшила мама. И у меня так сильно это как-то в голову вошло, что, оказывается, одежду можно сшить. И я попробовал сшить одежду. И получилось. Это уже скажут люди. Самые топовые звезды выходят на позиум в одежде твоей марки. Гордишься ли таким успехом? И вообще сложно ли работать со звездами? Ну, мне сложно сказать, что я собой горжусь. Как-то мне не очень правильно, наверное, так говорить. Но мне это очень приятно. И для меня самое главное в этом моменте, это не какие-то случайные люди, это мои друзья. Это приятно, что это процесс такой, что мы дружим, общаемся. И он переходит еще в какой-то творческий, наверное, тоже как... Творческие люди, у них очень много идей, очень много общей. Они так общаются между собой. И это приятно. То есть ты постоянно поддерживаешь с ними контакт? Конечно. Для меня, знаешь, даже больше в какой-то момент я для себя осознал такую вещь, что для меня это стало, наверное, может быть, даже какой-то гордостью такой. Потому что не только известные люди, а состоятельные люди, они имеют право такого большего выбора в плане одежды, например. Они, ну, открыт мир, да, ты можешь пойти и купить любые бренды себе. И мне стало в какой-то момент приятно. Я осознал, что там бренд Шиян появляется наравне с брендом Брионе, там, Зелитом, с Гуччи, Шанелью. То есть те люди, у которых есть эта одежда, допустим, у них появляется моя куртка, они ее своими вещами комбинируют. Это не зазорно, это туда вписывается лаконично. Вот это стало предметом какой-то, наверное, гордости. Ну, твой бренд, по моему мнению, сложно назвать российским. Очень европейский подход. Стиль, качество, все продумано до мелочей. Не хочешь ли ты расширяться, выходить на европейский рынок? Были у тебя такие мысли? Ну, это были такие мысли, это сейчас есть. Мы провели ряд переговоров, получили достаточно предложений, которые рассматриваем. Вообще, в принципе, я живу на несколько стран. Я в Москве нахожусь там по 3-4 дня там в месяц. И поэтому... Да и учился я в Германии с этой данной профессией. Поэтому, наверное, это перекликается. 24 марта состоялся показ твоей коллекции на неделе моды в Москве в гостином дворе. Расскажи, как прошел показ и чем отличается эта коллекция от прошлогодней? Сложно всегда оценивать себя, да. Но мне, наверное, могу сказать, так мне понравилось. Потому что показ вообще, ну, довольно-таки длительный процесс. Ты к этому готовишься, делаешь. И есть определенный объем работы, который проходит за кулисами. И ты это не видишь. И потом ты можешь это посмотреть по видео. Даже когда на выпуске модели стояли, есть определенная сценограмма. Там как бы заново, если он светом у нас как бы открывался. Все это было прописано. Я смотрю, там не очень хороший монитор был. Я смотрю, вовремя свет не открывается. Так, я говорю, ребята... Это в этот раз? Да, там ждет работа. Я говорю, ребята, не хватает света. Это было абсолютно незаметно. Да, а потом, пока и даже немножко задержали модель, это было не так видно, но все равно. И потом, пока не сходили люди туда, на ту сторону уже, сняли на телефон, принесли мне, показали видео с телефона. Я вижу, что действительно свет правильный. Просто там неправильный монитор ставил. И поэтому это весь такой процесс рабочий. А потом я видео посмотрел. И для меня самое важное, это отзывы. Потому что, ну, зрителей нельзя обмануть, если что-то не доделываешь, не додотягиваешь. И какие были отзывы? Как обычно положительные. Очень положительные, да. Это мне крайне приятно. Поэтому, дорогие друзья, большое вам всем спасибо, что вы смотрите, что вы следите, что вы пишете. Это крайне для нас важно. Мы на все вопросы, на все посты пытаемся вовремя дать всем вам ответы. Поэтому я вам очень благодарен. И очень благодарен тем людям, которые пишут. Это, наверное, тоже показатель показа. Потому что перед показом начинается просто бум. Люди пишут на почту. Хотят себе приглашения. Да, дайте, пожалуйста, билеты. И как попасть в билеты. И люди очень... Я хочу сделать такое заявление, вот если можно. Мы после этого показа, я смотрел просто интернет, и случайно попал на такие посты. И был поражен, что на Авито продают билеты на мой показ. Для меня крайне приятно, что по сравнению с другими дизайнерами, они самые дорогие. Там были билеты на другие показы. Там на Гуляева, по-моему, 2500, на Потемкину 2800, а мои были 3000 рублей. Ребята, мы не продаем билеты. Не покупайтесь на вот этих мошенников. Пишите нам на сайт. Мы с удовольствием вам дадим билеты с местами, на хорошие места, на мой показ. В твоем показе, который состоялся 24 марта, не принимали участие девушки-модели. То есть в женской коллекции, как таковой, не было показано ни одного наряда. Несмотря на то, что у тебя на сайте представлены женские платья, очень красивые. Почему на этом показе не участвовали женщины? Ну, довольно-таки давно уже мы просто приняли такое решение разделить бренд. Потому что мужчины больше любят одеваться в мужские бренды, а в женщины в женские бренды. Это не значит, что мы не делаем женскую одежду. И сейчас готовится капсульная коллекция женская, которая я планирую примерно через месяц-полтора приедет в Москву. И будет показана в одном из дорогих ресторанов у наших партнеров. И хочу там сделать презентацию для коллекции. И когда это будет? Ну, примерно месяц-полтора. С удовольствием посещу это мероприятие. Обязательно всех пригласим. То есть ты не хочешь смешивать? Чисто вот этот показ... Это небольшие делаются миксы. Знаешь, была такая даже ситуация. Я делал такие сборные показы. Там выходили женские луки, детские луки. И неоднократно люди задавали такие вопросы. После этого, там довольно-таки, в принципе, было даже 50 на 50. А вы делаете женскую одежду? Или там, а вы делаете мужскую одежду? Мы видели только женскую. То есть кажется, что ты что-то видел. Или там было такое, а вот вы делаете шубы. Потом я делаю показ. Просто мужской лук, и выходит шуба. А до этого был показ, там было процентов 50, наверное, шуб женских. И вот на этом показе люди говорят, о, так вы еще делаете шубы, какие здоровские. Нам одна девушка вышла в шубе. Поэтому вот это вот, наверное, это более маркетинговый такой вид, да? Потому что вот чтобы все видели это, видели это, это будет, наверное, так хорошо. Каждый раз ты устраиваешь шоу на своем показе. На этой неделе моды, которая стояла в гостином дворе, на твоем шоу принимал участие Владис Пельш и также Дмитрий Играчев, который шикарно спародировал Путина. Объясни лейтмотив коллекции и вообще, почему именно эти люди, почему именно эти звезды ты позвал на свое шоу в этот раз. Я хочу еще добавить, что там также принимал участие мой близкий очень друг Владимир Сычев, потрясающий российский актер. Да, Сычев как раз. Для меня вообще приятно, что они были, и это мои друзья. И отдельная благодарность Валдису Пельшу, потому что там очень уникальный человек. Он настолько уникальный. И для меня очень важно и ценно, даже готовясь к этому показу, мы с ним встречались, я с ним советовался. И прошлый показ тоже, как лучше сделать, он дает интересные советы. Уникальная возможность с ним общаться, для меня это большое счастье. Володя Сычев, потрясающий актер, потрясающий человек, мы с ним дружим, дружим давно. И для меня тоже это большое счастье, что он есть в моей жизни. Такой прекрасный, и он вообще, он очень хороший друг. Это самое важное качество такое. И мы с ним делали, и благодаря ему я принял участие в сериале «Физрук» в третьем сезоне одевал. Диму Нагеева одевал, Волус еще. Дима Грачев принял первый раз участие в показе. И он потрясающий человек тоже. Он настолько интеллигентный, настолько он такой тонкий. И уникально даже то, что он в этот день приехал из Германии. Прилетел на самолете, то есть в пять часов у него приземлется самолет. И с аэропорта он сразу приехал. И мы планировали этот номер, потом что-то еще доработали уже. А как же генеральный прогон? Он не был на генеральном прогоне? Вот он когда приехал, мы в 18.30 вышли на подиум и сделали еще раз прогон. Вот у меня всегда возникал такой вопрос. Как удается собрать всех звезд, если они участвуют в твоей коллекции, на генеральном прогоне? Все же дела, планы успевают? Поэтому мы максимально организовываем этот процесс. То есть это не за день, не за два дня? Мне еще очень, наверное, для меня приятно. Потому что этот показ, как это правильно сказать, срежиссировал я. Я его придумал, как это будет постановка, как они будут выходить, как они будут уходить, как они будут двигаться. И я попробовал себя в этой роли. Это интересно. А помогала мне в этом Любовь Гречишникова, потрясающий человек, режиссер «Недели моды». У меня вообще-то такая идея пришла давно. Довольно-таки я вообще, вот, наверное, этим я горжусь. Я первый дизайнер в этой стране, который сделал шоу на подиуме. До этого этого не делал никто, ни один человек. Интерактив ты делаешь. Люди как-то... Да, до этого, значит, единственный человек, кто это делал, многоуважаемый Валя Юдашкина, он делал и делает шоу на сцене. Тогда я проходил на сцене гостиницы «Россия». В определенный момент я сделал для потрясающей певицы Аниты Цой концерт. Костюм я имею. То есть я делал костюмы для ее первого сольного концерта. Он назывался «Полёт к новымирам». И там я сделал 64 костюма. Прошла премьера этого концерта. И потом, о чудо, я вижу видеотрансляцию по телевизору шоу Валя Юдашкина в гостинице «Россия». Там выходят звезды, они поют свои песни в его костюмах. И выходит Анита Цой в моем черном лаковом плаще, который я сделал для ее костюма. И все говорят, Валентин какой ты сделал прекрасный для Аниты Цой плащ. Как это шикарно сидит. Он говорит, ну да, это было красиво. Я думаю, как это здорово. И складывается так, что неделя моды, она становится немножко доступна. Она открывает свои двери, они переезжают в гостиный двор. И я прихожу туда и ставлю там шоу. Оно было посвящено Африке. И я пригласил туда для участия Леонтью Валеру. Был Сережа Зверев. Это было довольно-таки давно. Это 2005 год. Был Филипп Киркоров. И с тех пор пошла эра шоу на подиуме с участием звезд. Именно участие в показе. И дальше мы это делали. Мы делали все время декорации. Придумывали новое шоу, в котором принимали те или иные звезды. Ну не каждый дизайнер решается на шоу. Вот я сколько хожу на неделю года. Потом 10-летнее шоу такое. Вот тоже я первый человек это сделал. Я принес туда лед. И мы застелили подиум льдом. И все-все звезды были. Вот они все катались на коньках. Кто-то выходил с санками. Там Лариса Милявская выходила с санками. Это первый раз, когда вышел Женя Плющенко. На коньках сделал свою знаменитую дорожку по подиуму. Потом мы строили такую стену. Оттуда выезжала машина. И там принимали участие все тоже звезды. Филипп Киркоров, Оля Басков. Всем большое спасибо за это. И я продолжаю эту традицию делать. У меня просто колоссальный опыт в этом. Какой ли это мотив был этой коллекции? На что ты делал акцент? И в чем заключалось само шоу? Я для себя больше эту коллекцию определял, как некий тренд-вижн такой. Мне хотелось привести такой тренд. Ты знаешь, я не хочу никого обидеть. На то, что я посмотрел, к сожалению, немножко вымирает институт профессии. И все-таки я считаю, что нужно больше уделить какого-то внимания отбору людей, кто должен выйти на Индивю Мода как самую лучшую площадку нашей прекрасной страны. И когда выходят, скажем так, в показы уровня студентов второго курса, они должны показываться на студенческой площадке. Мне хотелось показать хорошее шоу. Качественное. Да, хорошие тренды. Мы привезли этот вот тренд-вижн. Только что у нас эта коллекция очень удачно прошла в Токио, на World Fashion Tokyo. И у меня была такая задача больше. К слову, вопрос о молодых дизайнерах. Как ты относишься к юным дарованиям, которые вот только, можно сказать, вылупились и готовы идти на Неделю Мода и представлять свою коллекцию, несмотря ни на что. Я вообще очень хорошо отношусь ко всему новому. Но когда кто-то только что вылупился из захода природы, он сначала должен чему-то научиться. Пройти школу жизни. Если у него нет такой возможности, то мне кажется, это не нужно делать. Потому что нужно делать свою работу, нужно делать хорошо. И всегда, конечно, все очень хочется, но это больше вопрос, наверное, не к дизайнерам, а к тем, кто этих людей туда двигает, к учителям. Ребята, вы хотите сделать, сделайте хорошо. Не можете сделать хорошо, уделите больше внимания подготовке и сделайте это хорошо не сегодня, а завтра. То есть ты считаешь, что не нужно начинать с Недели Мода, а стоит на каких-то более неизвестных площадках выставляться? Я считаю, что нужно начинать и просто стремиться к тому, что это должно быть достойно тому уровню, куда ты идешь. И отдавать себе в этом четко отчет, что это должно быть именно так. Потому что то, что видел я, это, мягко скажем, не очень хорошо. Илья, берешь ли ты пример зарубежных дизайнеров? Кто для тебя является эталоном вкуса и стиля? Есть ли вообще такие дизайнеры? Конечно же есть. Не то, что как бы эталон. Вообще не надо создавать себе идолопоклонника. Это вообще жизнь в дизайне, в этой профессии. Ты самое главное четко понимаешь, что ты все время учишься. Вот это самое важное. И ты, конечно же, настолько меняется мир, ты настолько все это смотришь, ты это видишь. Другой вопрос. У тебя появляется некий стиль, почерк. Это как компьютер, наверное, нельзя все в себя влить. Это будет просто переполнена память. Поэтому ты определяешь именно тех, кто тебе близок. Кто из дизайнеров был твоим учителем, можно сказать? Кто был учителем? Для меня учителем всегда, наверное, был Слава Зайцев. Потрясающий, уникальный человек. Потрясающая русская школа. Это Игмунд, конечно же, которая ни с чем не сравнима в то время. Потрясающий, конечно же, человек, уникальный просто. Это Лагерфельд. И я благодарен судьбе, что мне удалось с ним встретиться и с ним работать. Саша Маквинн. Потрясающий тоже. Безумно талантливый человек. И он настолько талантливый, к сожалению, что он не смог с этим справиться. И это пришло к такой трагедии. Больше ты отдаешь предпочтение зарубежным дизайнерам, как я понимаю. Столько ты назвал фамилий иностранных. Я назвал... И всего лишь одного Слава Зайцева. Я назвал еще Игмунда. Кого? Игмунд. Игмунд – это Кузнецкий мост. Дом мода на Кузнецком мосту. Это тот человек, который одевал все политбюро. К нему ходили все жены. Тогдашних чиновников СССР, кто создавал тогда эту моду. И это потрясающий человек. Илья, твоя коллекция отшивается в Турции. Там у тебя производственная паза, как я понимаю. Не совсем так. Мы просто строим по европейскому принципу, потому что в свое время, когда я пройдет в Милан, мы пообщались с Дантон, и они захотели меня продавать. Потом мы поехали в студию к Зету и долго общались. И потом очень интересную вещь они сказали. Они говорят, вот посмотри, видишь этот мой шоурум? И видишь, здесь вот висит Диор, висит Шанель, допустим, Лавитон. Просто именно четко эти бренды не пули, но висят такие известные мировые бренды. И она говорит, здорово, вы русские очень много всего придумываете. Это тот бизнес, который сложенный. Если ты хочешь, чтобы твоя куртка Шияна висела вот здесь, тебе нужно отшить ее на той фабрике, где шьется Диор, и она будет висеть рядом с Диор. Не надо ее шить в Перми или в Рязани. Я следую этим традициям, я отшиваю вещи на лучших мировых фабриках, работаю с лучшими фабриками по производству сырья. То есть это не из-за того, что... Потому что у некоторых людей Турция ассоциируется, что где-то хочется сэкономить, да? Ну, я тебе говорю, вот как человек, который общается с многими девушками, да? И Турция – это показатель качества. Турция, ну, во-первых, это так сложилось в моей жизни случайно. Это не был какой-то осознанный поиск. Я в 99-м году попал на международный конкурс New Souls and Styles и принимал в нем участие. И в определенный момент этот конкурс проходил на территории Турции. И познакомился там с теми людьми, которые на следующий день мои партнеры, с кем мы дружим. Турция – это некий центр такой текстиля, кожи. И на самом деле огромное количество брендов отшивается там. Даже, если, допустим, мы костюмы делаем, мы делаем на той же линии, где отшивается бриони. Я работаю с... Бриони тоже отшивается в Турции? Там есть линии, есть фабрики, которые отшивают бриони. Но там отшивается полмира на сегодняшний день. И очень много брендов из Италии именно с технологиями, с фабриками приехали туда и открыли свое производство. Там очень хорошее экономическое пространство для такого бизнеса. Огромное количество текстиля отшивается. Также, когда мы делали... Когда общались с Лагерфельд, делали кожаные юбки для Шанель, например. И они также... Это когда в 2014 году был некий кризис, все ушли в Китай, из Китая потом пошли обратно, потому что есть проблемы с логистикой. Но это уже больше как бы бизнес. Твои материалы, из которых ты шьешь коллекцию, очень дорогостоящие. И предположим, если какая-нибудь вещь из коллекции не продается, что с ней происходит, куда она идет? Другими словами, ты теряешь деньги и идешь на риск. Так ли это? Коллекция это вообще какие-то коммерческие риски. Коллекция не делается для того, чтобы всю коллекцию распродать. Коллекция это... Некоторые вещи делаются ради тренда. Некоторые там... И это потом работает. Почему? Ну, это как пристроительские расходы, как расходы на свою рекламу. Коллекция, показ, это все довольно-таки обычное. Это у себя где-то висит в шоуруме, просто вот висит, если что-то не продалось там с коллекции пятилетней давности. Или ты делаешь какие-то... Ну, есть же сейлы, есть приходят люди, они это смотрят, кому-то это нравится, что-то... Когда-то, может быть, это работает. Ну, есть вещи, которые висят. В 2013 году тобой была разработана линия футбола к хоккейной тематике, одна из которых была передана нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Скажи, а отшиваешь ли ты еще такие, можно сказать, государственные заказы? Или это просто было дело случая? Ну, подожди, это не было госзаказом каким-то, это был вообще творческий поиск, потому что, ну, у меня очень много, большое количество друзей, и приходя к ним, встречаясь, некоторые встречаются там в рабочей обстановке, я обратил для себя такое внимание, что у некоторых в тот момент в кабинете висел портрет Дмитрия Анатольевича Медведева, у некоторых висел портрет Владимира Владимировича Путина, у некоторых висел портрет Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева вместе, Придя к одному самому товарищу в кабинете, я увидел портрет Владимира Владимировна Путина в хоккейной форме. Потому что он занимается хоккеем, любит хоккей. Да, 11 номер в хоккейной форме. И меня это поразило, мне это понравилось. Во-первых, вообще это замечательно, что он такой человек, который активный, двигается. Это на самом деле заслуживает похвалы, уважения к нему, потому что он такой спортивный человек. И мне эта фотография понравилась. И мы сделали такой творческий поиск. Мы взяли и перерисовали эту картинку. Это не был перекатанный принт. Это было прям... И была еще идея нарисовать это ручкой. Как вот в школе в тетрадках мы рисовали какие-то картинки ручками. Это прямо ручкой от руки было... Как шарж? Нет, не шарж, это полностью портрет, было перерисовано. Но именно в такой стилистике. Из этого сделали принт, напечатали на майке, выпустили вот эти майки. Там было написано Only Russian Hockey было написано. Ему понравилось? Или ты не знаешь? И я через своих друзей... Мы сделали такую коробку, туда вкладку, и через своих друзей попросил через еще одного друга министра передать ему лично. Такая долгая цепочка. Но это как бы очевидно сложно добраться до нашей посетки. Он очень занят. И на одном из совещании ему это было передано. На мой вопрос, понравилось ли ему, мне сказали, но он взял, открыл, увидел, улыбнулся. Наверное, понравилось. Скажи, ты... Потом у меня все эти майки приобрели. Все выкупили. Да, именно вот это вот с его портретом. Потом, наверное, как бы итогом этого было то, что 2014 год, олимпиада в Сочи, команда легенды хоккея СССР была одета полностью мной в форму. То есть ты отшивал форму для олимпиады? Для именно команды легенды хоккея. И такие уникальные люди, как Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Алексей Яшин и так далее, и так далее. Все наши вот топы там, Паша Буре, они были одеты в мою форму в олимпиаде в 2014 году в Сочи. Было время, ты сотрудничала с ребятами из Comedy Club. У вас получился очень интересный показ. А не хочешь ли ты возобновить с ними сотрудничество, может быть, устроить еще какой-нибудь такой показ интересный? Я не против. Ну, во-первых, мы с ними общаемся. Они тоже твои друзья и тоже у тебя одеваются, да? Не все. Ну, есть с кем я дружу, с кем я общаюсь. Ну, на предыдущем показе, например, был Саша Рева, тоже резидент Comedy Club. Периодически встречаемся, общаемся. Тоже самый Дима Горчев, он тоже резидент Comedy Club. И, да, интересный был опыт сделать с ними показ. Просто интересная история, когда они предложили сделать показ. Я посмотрел, говорю, этим занимался Дэмис, Карибидис. Карибидис. И я говорю, Дэмис, ну, посмотри, ну, какие вы модели? Один такой, другой такой, такие все разные. Но это... Я говорю, но при этом вы с лучшей комедийной шоу. И я думаю, что самое правильное – это сделать некую пародию на еще одно лучшее фэшн-шоу. И у меня такая пришла идея, что, в принципе, такое самое, наверное, лучшее, самое яркое, самое красивое, самое известное фэшн-шоу, которое проходит всегда – это Victoria's Secret. Да-да-да. И выходят потрясающие модели, лучшие женщины. У них какие-то сумасшедшие крылья, какие-то пеньюары. Нажимаем музыку всегда. Я говорю, давайте назовем это Витя Секрет. Или Витя Секрет, например. Идея понравилась, мы стали ее делать. И там был образ костюма я для них сделал, Comedy Legend. И каждому резиденту, кто в этом принял участие, под его образ мы разработали такие крылья. Там бульдог Харламов, там два бульдога такие были. У кого-то какие-то там пистолеты, я помню. Ну, так очень интересный образ. Самое главное, самое уникальное для меня, что в этом принимали участие студенты МХБИ. И вот на их базе вот эти делали сумасшедшие эти крылья. Вот такие. Большое им спасибо. И большое спасибо Алексею Егорову, кто является ректором этого УЗА. Ну, сейчас пока ты ничего не хочешь. Нет идеи начать с ним. Какой-то новый, может быть, показ. Я только за. Я открыт к любым идеям. К любым идеям. Просто выражается идея. Давайте что-нибудь интересное сделаем. Да. Ну, как-то само должно, наверное, как-то прийти вот в нужное время. Нужное, как-то, наверное, стечение обстоятельств. Это как-то складывается? Почему нет? Я планирую, и сейчас очень плотно занимаемся ритейлом в нашей прекрасной стране. И мы сейчас провели интересные переговоры, и я хочу запустить большую линейку очень доступного бренда. У меня есть интересное предложение от двух модных домов на должность креативного директора. Я размышляю над этим. Вот сейчас я полечу. Я сегодня после нашей встречи еду в аэропорт и вылетаю. И, может быть, я подпишу контракты. В промежутке вот с апрель-мая я хочу привезти капсульную коллекцию в Москву. Июнь, июль у нас будет Париж. Потом стоит в планах выставка в Нью-Йорке. Потом опять стоит Токио. Потом опять будет Москва, я планирую. Потом октябрь. Это Москва. Неделя моды. Ты не бываешь в Москве вообще? Или приезжаешь раз в месяц? Я приезжаю сюда. На показы, да? Приезжаю, ну, где-то 3-4 дня в месяц я бываю в Москве стабильно. Илья, сейчас очень радует Инстаграм. Как ты относишься к тому, что Инстаграм сейчас является одной из самых главных коммерческих площадок, и все больше и больше людей продают свою одежду через Инстаграм. Заходил в ваш Инстаграм, ознакомилась. Там вещи вы не продаете. Это просто чисто страница для информации. Ну, наверное, да. Это больше как лицо такое. Что, где, когда. Вот так вот. Если продается, наверное, есть же онлайн-магазин, есть оффлайн-площадки, и там все это продается. Наверное, я буду только за, если это будет дальше развиваться. Мне вообще нравится эта площадка Инстаграм. Я, у меня в планах, то есть это официальная страница Инстаграма сейчас есть, я, у меня в планах в ближайшее время запустить личную страницу. У меня очень много, наверное, накопилось того, что мне хочется сказать, того, что мне хочется донести. Да, вот еще есть новостей. Как дизайнера? Как человека. Ага. Вот дизайнер он человек, да. Есть вот как бы официальная страница, там вот есть дизайнер, да. Это есть бренд, есть какая-то история. Еще вот есть какие-то мои личные идеи, личные мысли, там. У меня много что происходит, много чего происходит, много чего происходит со мной. И ты хочешь этим делиться с людьми? Я хочу делиться, да. Я, наверное, как-то дошел до того момента, когда мне захотелось больше говорить. Я еще из такого, из нового, я хочу сейчас открыть свои курсы. Курсы? Расскажи поподробнее. Да, и опять-таки курсы, это где мне хочется больше что-то рассказать. Мне есть что рассказать, мне есть... Я не хочу быть каким-то учителем, там, у меня был такой опыт преподавания. Для начинающих дизайнеров? Для людей, наверное, да. Ну, для дизайнеров, ну, потому что... Которые хотят связать свою жизнь с модой. Так? Мне очень хочется, чтобы вот все то, что происходит в моей прекрасной стране, в этом прекрасном городе Москве, на моей любимой, очень любимой неделе моды, перешло в более профессиональные какие-то рамки. Какую-то бакханалью брать. И мне хочется об этом людям сказать. Это будет интересно. И я это сейчас готовлю. А, Илья, я знаю, что ты активно занимаешься благотворительностью. И в прошлый раз, в прошлом интервью, ты рассказывал, что состоишь в фонде «Дети детям». Не то, что я как бы состою. У меня есть товарищ, у которого вот есть этот фонд «Дети детям». Дети детям. Дали нам активное участие. Когда ко мне обращаются, я всегда пытаюсь принимать участие в этом. И в последнее время вообще очень... Сейчас на самом деле благодарительность такая вещь. У всех есть такие возможности. И я очень поддерживаю первый канал. И всегда это делаю. Очень простая история. Они показывают некий сюжет и предлагают на короткий номер. 5541, по-моему. Ты отправляешь смс-сообщение со словом «Добро». И у тебя снимается там 75 рублей. И потом, приятно, через день показываешь сюжет. Мы там такому-то мальчику собрали. Там 3 миллиона. Помогли сделать это. Вот это самая интересная история. Потому что я еще когда... Давно была такая история. Когда ко мне пришли какие-то люди из благотворительного фонда. Я не помню, как это стало. Они что-то хотели. Они говорили, «Илья, смотри, у тебя пришел показ. У тебя тут вышел Дима Билан. Давай мы сделаем так. Ты сделаешь какую-то там куртку». А была какая-то там такая грустная история, что онкологический центр, по-моему, и там дети. И вот одна девочка, она очень хорошо там рисовала и нарисовала какую-то бабочку. Угу. И она, к сожалению, умерла. И мама... Жела ей как-то помочь. Она пришла вот к этим людям, передала эту картинку бабочкой. Давай вот не могли бы вы что-то вот с этим сделать. Может быть эту бабочку как-то там... Может быть продать, еще что-то сделать, чтобы эти деньги как-то ввысить в этот фонд. И когда приходят эти люди и говорят, «Слушайте, давайте мы сделаем так. Мы сейчас вот на рублевке соберем твоих клиентов. Выйдет Дима Билант и сошешь эту куртку с бабочкой. И мы за какие-то безумные деньги эту куртку продадим». Я говорю, «Ребят, мне кажется, от этого всех тошнит уже». Согласен. Вы не думали, что можно сделать просто открытку и за 10 копеек ее просто продать всей стране? Да? И вот это будет большей помощи, большей понимания. И поэтому то, что делает Первый канал, это уникально, это хорошо наоборот. Они реально... Это добрая воля каждого человека. Ты отправляешь какие-то понятные для тебя деньги. И ты видишь этот как бы результат. Поэтому это очень здорово. Вот именно это, я считаю, приветствуется. Реальная помощь. Илья, какое качество в человеке для тебя самое важное? Для меня самое важное – это порядочность. Это самое важное, когда люди ведут себя порядочно. Люди умеют отвечать за свои слова. Когда люди не пытаются кого-то обмануть. Ну и так далее. Не хочется говорить, в общем, как бы об этом глубоко. Самое главное – это слово порядочность. Потому что, если каждый об этом вспомнит и будет так себя вести, то будет очень хорошо. Илья, твое жизненное кредо? Сложный для меня вопрос. Жизненное кредо. Ну или, например, цитата, с которой ты идешь по жизни. У меня все хорошо. Ну, то есть ты позитивно настроен на жизнь. И твоя цитата, лозунг, с которым ты идешь – это у меня все хорошо. Ну, просыпаешься утром, там, у тебя какой-то кучи дел, ты что-то не успеваешь. Там, бывают какие-то расстройства, какие-то сложности. У тебя бывают расстройства или всегда в хорошем настроении? У меня бывает много расстройств. И ты говоришь – у меня все хорошо. И это работает? Идешь. На что делать, конечно. Кто бы ты мог пожелать начинающему дизайнеру, который только-только вышел, так сказать, в мир моды? Коммунистический лозунг мне приходит. У нас в школе он везде висел. Учиться, учиться, еще раз учиться. Как завещал великий Ленин. Это такая профессия, где нужно всегда учиться. Как только ты себе сказал – блин, я классный, я всего добился. Считай, что это полный ноль. То есть так нельзя сказать вообще ни в каком возрасте, ни через сколько лет. В этой профессии. Еще один известный композитор, мы одно время довольно-таки дружили давно. И мне какое-то время прискал. Он мне прискал. Илья, возник вопрос про возраст, я просто не помню. Он говорит – ты что, Илья, в твоей профессии важный возраст. Когда ты уже в возрасте, люди понимают, что ты дизайнер. Поэтому чем ты старше, чем ты как старое вино, тем круче становишься. Для дизайнера как раз это фишка, наоборот. Согласна. Илья, что бы ты мог пожелать телезрителям телеканала «Мода»? Ну, дорогие мои, ну, наверное, мне всегда хочется всем пожелать хорошего настроения, пожелать всем добра, самое главное – здоровья, наверное. Наверное, какого-то позитива больше. – Большое спасибо за такое интересное интервью. Я получила огромное удовольствие, общаясь с тобой. Надеюсь, не в последний раз. И мы возьмем за привычку каждый год встречаться, обсуждать твои коллекции. – Спасибо большое. Мне крайне приятно с тобой общаться. Ты большой профессионал в своей сфере. Это очень приятно. – Спасибо. – Потому что реально вот, может быть, нельзя это говорить. Может, вы там отрежете. Но бывает, после показа подходят, люди спрашивают столько глупых вопросов каких-то. И вот я очень ценю, когда вот человек, который спрашивает, он понимает, о чем он говорит. Он очень профессиональный. Большое тебе спасибо за это. Большое удовольствие получил. – Спасибо. Взаимно. И я искренне хочу пожелать тебе творческой реализации, чтобы все мечты сбывались и успехов во всех начинаниях. Я предлагаю вместе с каналом «Мода». Напоминаю, что мы были в гостях у известного фэшн-дизайнера Ильи Шияна в его неповторимом ботике на территории отеля «Хаят». Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего самого модного и актуального. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин.